Саша, в Америке ты пережил жуткую травму. В одной из книг о тебе одна из глав начинается словами Волков лежал весь в рвотной массе, не мог пошевелить руками, его парализовало и так далее. Что это было, Саша? Ну, это было просто вот как бы травма моих запястьев. Так случилось, что в первый год, который, в общем, должен был стать таким ударным и таким трамплином на следующие годы, и там я рассчитывал длинную карьеру НБА, случилось у меня две подряд травмы запястья. Причем я доиграл сезон с болями, потом сделал проверку, мне сказали, что там у меня трещины, которые надо или гипс накладывать, или операции делать. Ну, я решил, что я может, а я спросил, а может так не зажить? Ну, если так не будешь, сильно там заживут. Но они не зажили, и, в общем, во второй год я пришел с тем, что у меня они расслоились, эти трещины в запястьях, и уже потом я даже не мог вот так стакан воды поднять, поздороваться, и решил делать операцию. Это было впервые вообще понятие, ну, знаете, как операция для меня была так, ну, отрезали там, что-то вынули, зашили и пошел. Ну, как-то я себе так представлял. И мне надо было из Атланта лететь в Даллас на операцию первого запястья. И жена говорит, возьми там что-то с собой. Я говорю, да я что взять, я возьму там газету, дай мне там косметичку, я вернусь там, готовься, я сейчас вернусь пару дней, начну тренироваться, готовиться. И я приехал, ну, как-то я начал чувствовать, что это уже так тревога на меня. Меня рано утром привезли, как-то так-так положили, наркоз дали. И, в общем-то, я проснулся, не понимая ничего, значит, после наркоза. Я весь, извиняюсь, так облеванный, не понимаю тоже ничего. Рука в каком-то тяжелом гипсе, я пытался поднять, она не поднимается, я хотел встать, я не могу встать. Что оказалось? Ну, американцы, конечно, они у них... Шок, да, Саш? Шок, действительно. Это первая операция в жизни, я даже не... Беспомощность. Я только подумал, как людям делают операцию на сердце, на голову, на какие-то еще более серьезные операции, потому что у меня-то операция всего лишь была на кисти, ну, вот посмотрите, шрамик, что там казалось бы такого. И я себе представил, что люди переживают с этими операциями, которые для меня казалось, слово операция, ну, пошел в больницу, сделали и все. Два дня, значит, во-первых, у меня вытащили кусок хряща из бедра, чтобы вставить, ну, как бы стимулировать, потому что кость уже не срослалась, и надо было какой-то стимулировать. И потом изнутри... И у меня вот такой синяк на пол бедра. Нога не идет, вставить не могу, боль во всем теле. Я-то думал, что у меня там будет небольшая локальная боль в кисти, а у меня просто боль. Я после, там, через неделю попытался пройтись, я не мог идти, а побежать я даже не мог. Ну, и я по-новому учился ходить. Вторая операция уже прошла легче, как ты уже морально себя готовил. Было отчаяние какое-то? Да, у меня был момент, когда, ну, операции прошли, я верил, что все равно через 2-3 месяца я стану и буду уже в полной форме. Проходит 2-3 месяца, а у меня боли, боли, кисти не разрабатываются. И где-то на какой-то момент я, помню, сказал себе так-так, надо посчитать, там, сколько я заработал, сколько у меня по контракту, и начинать думать, как я буду жить дальше без баскетбола. Ну, потом, как-то так вот, я встретил человека, мы начали с ним заниматься восточными всеми делами, и я так... Что американская система баскетбольная, она выбросила тебя или, наоборот, сказала, Саша, не волнуйся, мы тебе все оплатим, все будет хорошо? Нет, нет, нет. Я сделал операции, я был членом команды, мне платили зарплату, значит, все было нормально. Я ездил, когда я уже мог ходить и как бы общаться, я был на скамейке с командой везде. И все, значит, очень лояльно, очень так тепло с пониманием, никто не форсировал ничего, и за лето я восстановился, и еще год играл в Америке после травмы.